Здравия богам, дорогой друг! Это канал Темноруса, канал исконно древних знаний северославянских праведников. Сегодня ты узнаешь, как комплекс славянских вед перешел к народам Африки и стал называться там Вуду. Славянские знания веды – это древние тексты, содержащие знания о мироздании, религии, мифологии и жизненной философии. Славянские племена распространяли эти знания на протяжении многих веков среди своих соплеменников. Они использовали эти знания для понимания мира и своего места в нем, а также для развития своей культуры и цивилизации. В то же время африканские народы имели свои собственные традиции и обычаи, которые включали поклонение богам и духам природы, использование трав и амулетов в лечебных целях, а также ритуалы, связанные с рождением, браком и исцелением. Эти традиции были глубоко вживлены в культуру и образ жизни африканских народов. В процессе контакта между славянскими и африканскими народами, возможно, произошла передача некоторых знаний из вед в африканские традиции. Например, возможно, что представления об иерархии богов и духов, а также о значении ритуалов и обрядов были переданы в африканские практики. В результате этого процесса африканские традиции начали трансформироваться и формировать свои уникальные особенности. Одним из примеров такой трансформации является религия Вуду, которая объединяет элементы многих африканских традиций, а также, возможно, элементы из вед. Вуду – это комплексная религия, которая включает поклонение богам и духам, использование трав и амулетов, а также множество ритуалов, которые могут быть связаны с рождением, браком, исцелением и другими жизненными событиями. Вуду также может включать элементы магии и оккультизма, хотя не все верующие приветствуют эти практики. Многие элементы Вуду имеют свои корни в африканских традициях, таких как поклонение предкам и богам природы, использование музыки и танцев для достижения транса и общения с духами, а также использование трав и амулетов для лечения и защиты от злых духов. Однако Вуду также содержит элементы, которые могут быть связаны с ведами, такие как использование свечей и инкрустаций, а также символика, которая напоминает славянские мифы. Некоторые исследователи предполагают, что передача знаний из вед в африканские традиции могла происходить через контакт с грузинскими и армянскими торговцами, которые посещали Восточную Африку в древние времена. В результате такого контакта знания из вед могли распространиться на территории Восточной Африки и в будущем стать частью африканских традиций. Таким образом, трансформация славянских знаний в Вуду была длительным процессом, включающим контакты между разными культурами, адаптацию знаний к местным условиям и формирование уникальной культуры. Этот процесс также отражает важность передачи знаний и традиций между народами и культурами, которая продолжает существовать и в наше время. Жители славянских стран сегодня стремительно деградируют. Не поддавайся на массовую культуру, развивайся, изучай наши знания. Победить и развернуть глобальную ситуацию в свою пользу можно только через мудрые наставления темноруса. Не забудь поставить лайк и распространить видео.